Маша выросла в деревне, где не было никаких развлечений, кроме леса, речки, до вечерних посиделок на заваленках. Деревня маленькая была, одна улица, восемь домов. У одного двора мужики собирались, у другого бабы, а на окраине деревни ребятня. Дети были мал-мала меньше. Маша с Ванькой были старше всех и часто убегали вдвоем к реке. Сидели там до позднего вечера, отгоняя комаров прутиками, смазанными дегтем, и рассказывая друг другу небылице о том, как хорошо живут люди в других деревнях. Детство пролетело незаметно, и однажды приехали люди в деревню строить свиноводческий комплекс надумали. Построили сначала временные домики для строителей, завезли бригаду и развернули строительство. Бригадиру местность приглянулась, возвел капитальный дом, перевез в семью. Обживаться начали. Сын бригадира, Олег, сразу обратил внимание на Машу, пригласил ее однажды в город с ним в кино поехать. Отец машину дал с водителем. Маша согласилась, никогда в кинотеатре не была она. А когда вернулась, Ванька сидел на плетне, одарил ее злобным взглядом и ушел, продемонстрировав обиду. Олежка начал часто к Маше забегать, приглашал ее на прогулки. А Ванька, не скрывая своей неприязни, кричал им вслед. Поматросит и бросит. Гуляй, Маша, все равно ко мне придешь. Маша не понимала такого неоправданного поведения своего друга детства и однажды попыталась с ним поговорить. Ванька признался, что с детства любит Машу и был уверен, что она его. Он просил Машу расстаться с Олегом, но она ответила, что ей с ним интересно. Однажды Маша пошла с бабушкой в лес по ягоды. Как всегда, за ними увязался старый пес Папирус. Набрав по пол ведра малины, они услышали позади себя шорох веток и приближающееся дыхание, которое ни с чем не спутаешь. Папирус рванул бежать из леса, только хвост его и видели. А Маша с бабушкой, переглянувшись, молча отправились следом, стараясь создавать меньше шума. Медведь шел за ними, казалось, будто дышит в затылок. Страх сковывал движение, и Маша упала, вспоров ногу о сухой суп. Бабушка пыталась ей помочь, но нога была сильно поранена в кровь, и встать было сложно. Медведь был совсем близко. Маша тихо плакала, а бабушка безмолвно молилась. И вот ветки раздвинулись. Это был Ванька. Его привел Папирус. Давай помогу. Он сделал шаг к Маше и притянул руку. А когда увидел за ветками приближающуюся морду медведя, забыв обо всем, рванул обратно. Но тут же, откуда ни возьмись, появился Олег. Он успел повалить медведя навзничь, когда тот почти приблизился к Маше с грозным ревом. С одним охотничьим ножом в руках Олег смог обезопасить зверя, взял Машу на руки и отправился вслед за бабушкой и Папирусом. Оказалось, что Олег с детства ходил с отцом на охоту и в 13 лет впервые уложил медведя. А когда помогал отцу на стройке и увидел Ваньку, бежавшего за Папирусом, почувствовал неладное, бросился следом и вовремя успел. А Ванька после этого случая старался избегать встреч с Машей, а после армии и вовсе не стал возвращаться в родную деревню. А Маша с Олегом поженились. Свекр помог построить новый дом, где они растят теперь своих детишек. И рассказывают им о том, что медведи только в сказках добрыми бывают.